Помогите с расшифровкой Таро. Ну, в первую очередь надо похвалить за подобное рвение нашу будущую волшебницу, потому что это как минимум женская миссия быть чародейкой, могиней, волшебницей, берегиней и прочей-прочей. Ну, а во-вторых, имеет место быть ваша, скорее всего, миссия, как человека, воплощённого на эту землю. Это можно даже уже нумерологически посмотреть, но смысл не об этом. Самый частый запрос «Помогите с расшифровкой» видно, что девчонки пытаются гадать на себя. И это таит грандиозную в себе опасность. А какую же? Первая причина – это некорректная постановка вопроса. То есть в Таро имеется система грамотного задавания вопроса. По сути, Таро – это инструмент между вами и Вселенной. И именно правильным задаванием вопроса Вселенная может тогда вас и услышать. Второй причиной – это, конечно, отсутствие знаний схемы расклада. То есть вы не задаёте схему раскладов для Вселенной. И Вселенная не понимает, что за что отвечать. Третья причина – это самое-самое, что ни на есть основное. Вы не знаете трактовку этих самых карт. Четвёртая причина – это безграмотная тасовка колоды. Девочки, каждый аркан, будь это младший, будь это старший, это целый громадный сегмент жизни. И в этом сегменте жизни есть как прямая позиция, так и перевёрнутая. То есть что-то там чего-то, трактовка. Это принципиально важно. Соответственно, вы перетасовали колоду, совершенно не перевернули, и уже выкладывая карты, у вас только прямые позиции, и непонятно Вселенной, а как же ей дать ответ. Пятая причина. Таро, и тем более ваша колода, это ваш личный инструмент живой, тонкий-тонкий. И эта колода должна быть заряжена только на вас. И здесь ключевое слово – заряжена. Заряжать колоду нужно именно строго по правилам, которые не даются как в интернете, так и в книгах. Если и даются, то криво-косо, опять-таки, ломается вся схема. Понимаете, да? Колода должна быть заряжена строго на вас. Шестая причина. Карты, увы, слово «пачкаются», загрязняются. Когда идёт... Ну, давайте не будем то, что вы там где-то с ними поиграли, да, в какой-то пассиансик, это уж вообще ни о чём. То есть тут точно уже карта испачкана. Карты всё равно пачкаются. Когда вы только учитесь, конечно, они пачкаются чаще, да. Это нормально. Ну, это, знаете, как, когда мы первый раз готовим какую-то еду на кухне, мы не знаем, как чего таким образом. Кухня быстрее пачкается, да, её нужно очищать. Точно так же и колода. Она требует очистки. Бывают такие расклады, ну, скажем, тяжёлые, после которых тоже требуется очистка. Вы это не умеете. А очищать колоду тоже – это целая, ну, наука, целая инструкция, как правильно очищать карты, насколько они очистились. Вы тоже должны это понимать. Седьмая причина, таящая опасность, да, неправильного вот этого применения, это то, что вы не вошли в необходимое состояние в работу с картами Таро. Девятая причина – это разность школ. Существует, ну, довольно-таки немалое количество школ. Плюс-минус они, конечно, похожи. Разница там есть Попюсовская, да, французская школа, что там используется 79 карт. Основная масса – английская школа. Довольно-таки часто такое встречается. Райдера Уэй – это там 78 карт. Тут не принципиально, поэтому какую школу выберете, это, ну, та и будет именно для вас правильная. Есть и Таро Ленорман, где используются 36 или 54 карты в зависимости от глубины ваших познаний. Одно дело – научиться трактовать одну карту, а другое дело – собрать несколько карт воедино и дать трактовку всему раскладу. Всему раскладу, да, даже если у вас расклад состоит из двух карт или из трёх, то именно эти две или три карты воедино страктовать. И в этом полное такое, ну, препятствие очень у многих. Ну, и вот смотрите, у нас с вами 9 пунктов, почему это опасно делать без наставника, без учителя, без какой-то системы, сколько именно причин для будущей опасности. Да, слышали мы такое слово «про-га-дать». То есть, когда мы именно все вот эти вот минусы вытворяем, происходит то, что девочка выкладывает какие-то карты, видит карты, не знает, как это всё страктовать. Естественно, в своей голове какие-то у неё рисуются собственные мнения, собственные выводы, и это даёт накладку, ну, будущим неким программам, фобиям и страхам. Ну, например, да, есть прям очень часто на этом режутся девчонки молодые. Есть такой старший аркан, шестой влюблённые, ну, как бы само-самое название, за себя говорит, тем более молодые девчонки больше на отношения гадают. И даётся запрос, там, как он ко мне там относится, чувствует и так далее. Ну, и выходит этот старший аркан, естественно, прямой, как всегда. Понимаете, и думают, что «О, он в меня влюблён». Не суть, как вопрос поставлен, какая схема и так далее, и так далее. Но, но, чтобы точно выяснить этот частный аспект старшего аркана влюблённой, это только частный аспект. Основной ответ у этого аркана – выбор. И выбор между добром и злом, между дотим. И, по большому счёту, карты прям говорят, миленькая, ты выбери между добром и злом, возможно, по поводу этого парня. Возможно, именно… Ну, я вам сразу забегу наперёд. Я понимаю, что в данном случае карта ругается. Ты куда, мол, полезла, в какое зло тебя вперло. То есть это вот как раз вот девочка думает, что он влюблён, ну, какие-то даже действия предпринимает, ну, ты же меня любишь. Вот. А парень, может быть, сам этот парень стоит перед выбором. А каким выбором, да, нужен вот этот дорасклад делать, почему этот выбор у него выпал и так далее. Кстати, очень часто придворные карты выпадают в раскладе, которые… Каждая придворная карта требует добавочного, прям, реального расклада. Что же это за человек, да, какая-то… Это что там, тот или тот? То есть это прям серьёзный такой дополнительный ресурс, чтобы понять, о чём именно вот эта придворная карта. И девчонки молодые просто не знают, что делать с такими выпавшими картами. И вуаля, что делать, что делать, что делать. Они, скорее всего, ругаются, потому что это тоже имеет место быть. Вот об этом я хотела сказать вот в этом ролике.